Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин, вопрос 498, тема богослужения. Можно ли верующим краситься и носить украшения? Если нельзя, то почему? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Нужно определить смысл нашей жизни, для чего мы появились в этом мире и сколько нам отпущено жить, и что есть добро, и что есть зло. Если мы признаем, что настоящая жизнь есть подготовительная стадия к вечности, что здесь мы должны познать волю Божию, исполнить ее, исправить свои упущения в себе и отобразить Христа, жить в Духе Святом, вникая в Библию, тогда этот вопрос бы и не возник бы у вас. 1 Петра 3 глава 3 стих Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенной сердце человек, нетленном красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Украшения и подкрашивания были известны с древнейших времен. Мы читаем это у пророка Исаия 3 глава 16 по 23 стих И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею, обольщая взорами, и выступают величавой поступью и гремят цепочками на ногах, А галит Господь теми дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, и увясла, и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привязки волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые и тонкие, и панчи, и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловония, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плеш, и вместо широкой, и панчи узкое вретище, вместо корсоты клеймо. В шестом томе творения Иоанна Златоуста читаем о великих карах Божьих за такое поведение женщин и девиц. Когда святителя Иоанна спросили, для чего же красятся женщины, он отвечал, что если Бог не дал тебе красоты, то на полтинник ты ее не купишь, а если Бог дал красоту тебе, то для чего ты замазываешь себя? Пусть муж любует с тобой. Ефрем Сирин ответил, Женщина красится для того, чтобы привлечь себе чужого самца. Медики поясняют еще более прозрачно. Появляющаяся красота при вожделении не так заметна на верхних губах, потому краска привлекает и афиширует о похоти и готовности. Книга Сирахова, 26 глава, 15 стих Так она сядет напротив всякого шатра и перед стрелою откроет колчан. Книга из Икиилия, 16 глава, 25 стих При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умнажала блогдеяния твои. Из Икиилия, 23 глава, 40 стих Кроме сего посылали за людьми, приходившими издалека, к ним отправляли послов, и вот они приходили, и ты для них умывалась, сурмила глаза твои и украшала снарядами. Шестой Вселенский Собор, 96 правило, в толковании подробно эту беду описывает. Во Христа, крещением облегшийся, дали обет продолжать житию его, того ради власы на голове, ковреду зрящих, искусственными плетениями располагающих и убирающих, и таким образом неутвержденные души прельщающих, отечески врачуем приличную епитемию. Руководство их, как детей, и научает целомудренно жить, да оставив прелесть и суету плоти. К негиблющей и блаженной жизни ум непрестанно направляют, и чистой со страхом пребывания имеют, и очищением жития, насколько возможно. К Богу приближаются и внутреннего боли, нежели внешнего человека, украшают добродетелями и благими и непорочными нравами, и да не носят в себе никакого остатка порочности, пришедшей от сопротивника. Если же кто вопреки всему правилу поступит, да будет отлучен. Субтитры подогнал «Симон»